Книга месяца Книга месяца Книга месяца Ее младший брат Маратик К сожалению, он проживет совсем недолго И после этой трагедии, после его смерти Семья развалится окончательно И Катя долго будет искать себя Искать себя Искать свою идентичность Искать свои корни Которые найти необходимо Но в то же время Нельзя дать им себя раздавить Екатерина Манойла Отец смотрит на запад Вторая новинка Это книга Виктора Ремезова Одинокое путешествие накануне зимы Виктор Ремезов, который получил Премию Большая книга за роман Вечная мерзлота Это был огромный роман И по объему, и по уровню поднимаемых в нем проблем Здесь выступает уже не как Спринтер, а как Стайр Потому что это сборник короткой прозы Здесь одна небольшая повесть И несколько рассказов И в центре каждого из этих текстов С одной стороны природа Потому что это действительно путешествие Человека в тайгу На охоту, на зимовье Но в то же время Эта природа, она существует не сама по себе Она выражает чувства, мысли Внутреннее состояние героя То есть это книга о единстве и единении Человека и природы О том, что как бы далеко от цивилизации Человек не забирался Когда он может поймать и почувствовать Дух настоящей подлинной мощной природы Он никогда не бывает одиноким Третья новинка Книга Олега Пастнова «Страх» Это роман, который уже выходил 20 лет назад И, к сожалению, прошел почти незамеченным Тем не менее, это книга, которая, на наш взгляд Должна быть постоянно в круге чтения Человека читающего, образованного И следящего за современным литературным процессом Потому что этот роман Это наиболее яркое продолжение традиций Малорусской готики Традиции Гоголя, Булгакова Это роман, который рассказывает о некой рукописи Которая достается случайному покупателю В небольшой американской антикварной лавке Рукопись написана кириллицей Поэтому ее мало кто из посетителей Этого американского книжного магазинчика Может прочитать Повествователь, который становится обладателем этой рукописи Читает эти несколько тетрадей Понимает, что в них рассказана практически вся жизнь человека Которая начинается с раннего детства Московский мальчик, которого на каникулы отправляют К дедушке в небольшое село под Киевом И вот он живет между Москвой И этим украинским селом Которое живет, конечно, обычной сельской жизнью Единственное, в нем очень акцентированы ритуалы Связанные со смертью То есть главное событие вот в этом небольшом селе Всегда, когда кто-то умирает И вот во время одного из таких ритуалов Связанных с погребением Он, будучи еще десятилетним мальчиком Оказывается вовлечен в какую-то странную историю Его женят на десятилетней тоже соседке Девочке Тони После этого он очень сильно заболевает То есть какая-то там температура под 40 Он в бреду, не понимает, то ли это произошло действительно То ли это показалось ему Тем не менее, вот эту одержимость этой девочкой Он проносит через всю жизнь Сначала девочкой, потом девушкой, потом женщиной И вот этот роман – это история вот этой любви, одержимости В традициях, лучших традициях готического романа Ну и, наконец, еще две книги, которые вышли чуть раньше Они вышли летом этого года Но они кажутся нам очень важными, очень интересными Их нельзя пропустить Это два романа Лены Элтенг Радин и Картахена Ну, как видно по оформлению Это не просто авторская серия Они составляют такую своеобразную идеологию Но не прямую сюжетную, а скорее стилистическую Здесь общие приемы И там, и там множество повествователей, рассказчиков Каждый из которых рассказывает какую-то часть общей истории И в Картахене, и в Радине в основе детективный сюжет И там, и там главный герой – это человек пишущий Или писатель, или человек, который ведет дневник И он является основным персонажем Которому предстоит разобраться в запутанной истории Который лежит в основе каждого из этих романов Роман Радин развивается в Португалии Где русский писатель-иммигрант Случайно оказывается вовлечен в расследование Некого преступления, связанного с современным искусством То есть он совершенно не по своей воле Вынужден выдавать себя за частного детектива То есть это такой плутовской роман Где герой плут по неволе Роман Картахена, его действие разворачивается в Италии На побережье, на итальянском Некогда шикарном отеле, который в последнее время Выполняет функцию пансионата для пожилых людей И несколько героев приезжают туда И понимают, что в этом отеле Бриатика Долгие годы происходили какие-то непонятные совершенно события И все они при кажущейся отдельности На самом деле очень тесно связаны между собой И читателю предстоит разобраться в этом вместе с героями Что же там произошло Таков выбор редакции Альпина Проза Читайте с нами Нам кажется, что это книги, которые нельзя пропустить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok